здравствуйте меня зовут инесса и сегодня в продолжении предыдущего моего видео о ювелирной проволоки мы рассмотрим инструменты с которыми мы обычно работаем чтобы изготовлять изделия различные кулоны бусы подвески сережки используя инструменты и вот сейчас у меня по здесь вот лежит набор обязательных инструментов и сейчас я вам расскажу о каждом из них значит первое самый употребляемый на самом деле инструмент это вот такие кусачки посмотрите на них кусачки эти я покупала на выставке на ювелирной компания которая их производит называется tronix еще также вы можете приобрести виды других кусачек это вот такие ну принципе они выполняют ту же самую функцию что и предыдущие то есть они делают очень такой деликатный кат то есть они отрезают проволоку так что но полностью нету там никаких остаточка все чисто и красиво вот и видите тут они вот так вот сайт и это при эти кусачки я приобрела в германии вот эта фирма называется она бернштейн вот я когда была в германии у подруги в гостях я прям там заказала и они очень быстро приехали стоили они совсем совсем дешево и очень хорошего качества уже прошло несколько лет я ими очень хорошо сильно пользуюсь и они очень хорошо работу что я в ценю обычно в инструменте с которым я работаю вот когда я беру вот так вот инструмент в руки мне должно быть удобно мне должно быть легко они должны пружинить меня рука не должна уставать это самое главное но и также очень важно какая из какой стали они сделаны например вот такие вот кусачки очень легко наточить я уже их точила один раз и это было замечательно далее вот в этих кусачках тоже хорошая сталь более того я их сломала и мне мастер очень легко их подточил то что мне одна была длиннее другой в результате что я взяла неправильную проволоку толщине вот он не вот так их их наточил теперь они снова в рабочем состоянии что касается следующего инструмента с очень важного это вот этот называется он круглогубцы эти круглые такие они бывают разного диаметра вот у меня нечто среднее хотя бывает и больше и меньше и это тоже обязательный инструмент компания та же самая тронакс я покупала вместе с кусачками и что тоже важно посмотреть как они сделаны как они устроены с ними очень очень легко работать им тоже уже много лет и я ему очень довольна следующий инструмент который я вам хотела бы продемонстрировать это вот такие плоскогубцы с таким полиуретановыми наконечниками они должны обязательно входить ваш напор если вы работаете с проволокой что этот инструмент делает он на самом деле выпрямляет проволоку но вот давайте я вам покажу о чем вообще идет речь сейчас я возьму мой спуск видите проволока всегда на чем-то намотана и она не бывает идеально ровной руками можно конечно но это не то а вот если вы сделаете вот так видите вот она станет очень очень ровненькая не знаю видно ли вам но в общем подравнялась хорошо это первое а для чего нужны инструменты этот и второй это когда вы делаете намотку но как бы наматывайте а тонкую проволоку на толстую вам потом можно вот этим выровнять это будет мастер-класс и вы увидите и когда мы выравниваем потому что здесь а полиуретана не металл то проволоку мне она не не ломается не вредит на них не остается на ней не стоит никаких зазубрин то есть вот это очень нужная вещь и входит в обязательный набор следующее что хоть у нас в обязательный набор это вот такие лоскогубцы вот они вообще называются утконоса и бывает двух видов а вот это прямые тоже видите очень с ними приятно работать это у меня такой набор целый из инструментов вот такие а и вот из этого же набора вот такие утконоса с загнутыми лезвиями а вы можете иметь или одни или другие или вот как у меня сразу оба инструмента мне это очень удобно на что я их применяю в общем-то в разных проектах но и последний обязательный набор это вот такой инструмент я не знаю как он называется по-русски по-английски называется crimper что такое crimp знает любой человек который только научился даже собирать бусы и вот этим инструментом мы зажимаем crimp этот для того чтобы удержать ювелирный тросик чтобы он держал всю конструкцию вот это что касается обязательных инструментов еще раз покажу вам их примпер вот утконосики вот такие вот вот полиэтановые наконечники вот круглогубцы и вот катары такие то есть то что режет наш проб вот такой набор это обязательный инструмент их надо иметь теперь вам расскажу о том что желательно в общем-то имеет своем наборе нет не обязательно но очень не мешало бы на самом деле сейчас эти уберу а боже не обязательно к желать но на самом деле если вы долго работаете в какой-то сфере то конечно нужно иметь и тот и другой набор очень пригодится на самом деле вот так вот так и вот но как видите желательно ворку несколько меньше обязательного значит что в него входит я очень люблю вот такие утконосы посмотрим на них внимательно так может быть лучше вид они очень тоненькие или определенных про проектов необходимо например я очень люблю закрывать и открывать этим соединительные кольцем соединительные кольца когда они маленькие потому что с обычным например вот таким конечно можно но толстоватые вот эти вот окончания а здесь тоненькие для маленьких это очень-очень удобно затем посмотрим вот на это я очень люблю этот инструмент на нем можно делать очень много всего видите это тоже круглогубцы но они трехступенчатые эти три ступеньки разных диаметров и например если мы делаем сами соединительные колечки то очень удобно потому что одинаковый диаметр и не надо ничего смещать очень легко и ровно ложится мы вот в нем видите еще есть вот такой вот второй наконечник он покрыт пластиком чтобы потом при работе не повредить металл бывают же металл очень мягкий с которым мы работаем следующие обязательный вернее но для меня обязательно для вас нет но люблю это вот из того же видите набор назывался на зимбра зимбра значит вот такие кусачки они предназначены для толстой проволоки для того чтобы не ломать все кусачки такие более деликатные более тонкие и и ими хорошо еще найти что отрезать цепочки иногда бывает цепочки очень-очень тяжело режутся например из стали это просто наказание и очень хороший инструмент для того чтобы резать толстую цепочку еще очень я люблю вот такую вещь это похоже на шила но на самом деле вот здесь вот на самом окончании резьба для чего вообще этот инструмент нужен но все мы знаем например что в жемчужинах натуральных очень маленькие бывают дырочки и не всякая нинеть не всякая проволока туда проходит вот этим инструментом вы можете правда очень аккуратно и деликатно расширить эту самую дырочку вот для этого я ее использую вот еще у меня есть один инструментик измерительный но тоже хорошо потому что вот перед нами лежит бусина и мы не знаем какого на размера так вот этот вот инструмент нам все покажет совершенно замечательно в миллиметрах долях миллиметров то есть его хорошо очень иметь жизнь упрощается просто не надо гадать конечно те мастера которые очень давно работают в этом бизнесе изготовление украшений они на глазок видят размеры но можно и ошибиться я например 3 миллиметра и 4 метра бусина на глаз но не отличаю честно говоря вот этот инструментик поможет нам как называется по-русски штангенциркуль правильно вот такой вот ну вот практически это набор с которым я всегда работаю и конечно же вам надо иметь и пинцетик желательно и хорошо ножницы острые и вот даже круглогубцы у меня есть вот такие полиуретановые вот я тоже их ими пользуюсь когда мне нужно выпрямлять проволоку но я ими пользуюсь если нужно что-то закрутить накрутить тоже очень удобно самое главное в том что ну не не повреждает проволоку на самом деле это как бы я так люблю каждый выбирает для себя каждый думаете на самом деле где же мы берем инструменты ну во первых инструменты можно заказать на алиэкспресс это самый такой бюджетный вариант и вы там обязательный набор обязательно найдете а что же касается если вы хотите хороших инструментов то их можно найти во первых на ebay во вторых я больше чем уверена что если вы пойдете на выставку украшений там всегда всегда найдется продавец который продает инструмент также существуют специализированные магазины там где продают все для изготовления украшений там тоже могут быть инструменты я люблю вот так я специально это наклеечку оставила для того чтобы показать вам это мой любимый веб-сайт которого я заказываю ну все вообще очень часто называется он файр мантин джемс дакам а да он конечно же на английском языке потому что находится этот сайт эти владельцы сайта и сам склад в соединенных штатах америки но они делают на самом деле доставку и в россию и там очень большой выбор всего и очень интересные предложения там иногда бывают такие распродажи только надо ловить их ну как просто поставить чтобы они вам присылали и в конце концов это всегда можно перевести на гугле на русский язык ежели что если вы не знаете английского языка ну в общем короче мне еще что нравится вот эта наклейка она была на моем последнем мои последние упаковки упаковки но на заказе и они всегда очень красиво все оформляют сюда журнальчик присылают и здесь написано вот такими маленькими буквами пакет вызов то есть упаковано с любовью и и правда у них очень-очень все сделано настолько аккуратно практически никаких ошибок они не делают все присылает очень во всяком случае ко мне я живу в нью-йорке присылает в течение пяти дней по россии не знаю очевидно это будет дольше вот но все равно очень-очень достойный сайт и я несколько раз делала возврат у них это вообще не проблема они принимают всю свою продукцию назад если ежели что вам не понравилось и там очень легкие такой return policy то есть очень хорошие условия для риторна не вам возвращают сто процентов а если вдруг случайно к вам пришла вещь которая по какой-то причине оказалась бракованной ну например как-то ко мне пришли кабошоны из натуральных камней и вот по дороге их кто-то наверное и расколол и развил я уж не знаю не пришли бракованная там пару штук я ничего не отправляла никому я им просто позвонила и и они мне вернули деньги как кредит и рада делала следующий заказ я просто этим кредитом воспользовалась но это вот такая рекламка а моего любимого сайта теперь если вам все это помогло если вам это понравилось и все вам приемлемо то ставьте мне лайки пожалуйста не забудьте поставить звоночек и пожалуйста пишите мне комментарии и комментарии пожалуйста разные и всякие не только положительные все что вы думаете обо всем этом мне очень очень важно мнение людей потому что это помогает мне улучшить мои навыки как блогера потому что я очень-очень новый блогер и это только второе мое видео которое я официально выкладываю на видео большое вам спасибо всего вам доброго до свидания